Сегодня вечером мы прочитаем и постараемся услышать молитву, которой однажды Христос молился буквально в канун поздно вечером перед тем, как его должны были распять уже в пятницу утром. Его прощальная молитва, молитва перед смертью, это молитва особенная также тем, потому что она дает нам возможность, возможность как будто бы зайти в закрытую комнату и услышать, о чем Христос говорит Отцу. Собственно, у нас есть в Евангелии одна молитва, которую мы все хорошо знаем, молитва, которую Он дал как пример ученикам, как нужную молиться, мы знаем ее Отче наш, но это не Его личная молитва или не молитва, которой Христос молился сам, потому что в той молитве есть слова «Прости нам долги наши, какие мы прощаем блажнякам нашу». Там идет о грехах, в которых мы должны ежедневно каяться и просить у Бога прощения и сами прощать. Так вот, Христос, Он был безгрешен и Он ни разу в жизни не просил прощения, потому что Он не грешил. А вот эта молитва, это молитва, которая Он беседует или говорит Отцу, и это целая глава, целая глава. Собственно, это как бы уникальный случай, потому что, хотя Христос очень много молился, есть не раз в Евангелии повествуется, что Он ушел молиться или пробыл ночь в молитве, но нам не открывается, о чем Он молился или о чем Гаврил Отцу. Есть несколько эпизодов, где буквально очень коротко выражается суть Его молитв. Вот в Гефсиманском саду, иногда Он просто обращается коротко к Отцу. То есть здесь очень большая, полная, примерно так, как Христос молился, записано, Он молился вслух ученикам и не эту выслушали. Эта молитва, где-то можно было бы сравнить, как будто бы проповедник говорит проповедь, а потом молится. Примерно так и было. Христос в четверг вечером дал ученикам эту пасхальную трапезу, также дал знаки уже причастия, а потом говорит большое им наставление, как проповедь для учеников, вот это с 14, 15 и 16 главы Евангелия от Иоанна. И сразу же после этой проповеди или после этого наставления Он молится и они эту молитву воспринимают и слушают. Поэтому у нас записано в Евангелии, чтобы мы имели эту, еще раз, привилегию зайти в эту, как бы, святое святых и увидеть и услышать Христа, говорящего Отцу, хататайствующего у Него и желающего ответа на свои просьбы. Итак, первый стих. «После всех слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». И 4-й и 5-й стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославив меня Ты, Отче, у Тебя самому, славою, которую я имел у Тебя, прежде бытия мир». Он проснулся на земле, на земле, и его ждет, буквально ждет его враги, которые замышляют его убить и казнить, его ждет распятие. Он говорит, пришел час, прослав Сына Своего. Это говорит о кресте, о том, что он должен умирать на кресте, позорной смертью. Но для него это особенный час, для которого он пришел. Час, который ему очень дорого стоит или тяжело ему перенести, но час, в котором он прославит и Отца, покажет его любовь к нам, а также это час, с которого начнется его прославление к нашего Спасителя, который умер за грехи наши, который воскреснет и который будет поднят на небеса. И вот он молится на земле, он молится на земле, и говорит, «Отче, я исполнил свое служение, теперь прославь меня славою, которую я имел прежде бытия мира». Он говорит о той славе, которая была всегда у него, как Бога на небесах. Не было никого и ничего, кроме Бога. Не было ни земли, ни звезд, ни людей, никого не было, а есть Бог и есть его слава, он прославляется. И вот тот, кто молится, вот молится при учениках, «Отче, прославь меня той славой», это есть тот, который все создал и которому эта слава принадлежит по праву, которого прославляют ангелы, закрывая свои лица. «Прославь мне этой славой». Стих 2-3, «Так как ты дал ему власть, сыну, то есть мне, так как ты дал ему власть над всякую плотью, над каждым человеком, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Если я и есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Еще раз, Иисус молится о том, что «Отче, прославь меня». Это крест, это смерть, это воскресение, и это возвращение на небеса, это вознесение. И тут же Он говорит, вот ты меня прославишь, и я буду давать это спасение, я буду давать эту жизнь вечную, потому что наша возможность нашего спасения зависит от того, а где наш Господь, где наш Спаситель? Он на небесах, Он тот, кому все подчиняется, Он тот, кто будет судить всех в конце мира, в конце земной истории, именно от Его слова зависит будет, кто будет спасен, кто не будет спасен. А как это решается, кто спасен, кто не спасен? Вот кому Он дает жизнь вечную? Вот сам Христос, собственно, дает определение, кто имеет жизнь вечную, а кто не имеет. Еще раз, стих 3. «Сидяя и жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Оказывается, жизнь вечная зависит от того, «А знакомы ли мы, знакомы ли мы лично с Богом, Которого пришел явить нам Христос? Знакомы ли мы со Христом и с Отцом? Имеем ли мы с Ним личные эти отношения? Если мы с Ним имеем, если мы с Ним знакомы, если мы к Нему близки, то мы в жизни вечной. И когда Он будет судить, то мы Его знакомы, и мы, те, кто имеем с Ним эти личные отношения, мы с Ним будем на небесах. Жизнь вечная – это просто быть человеком, который стремится быть возле Бога, знать Его. И эта возможность у нас появилась только благодаря тому, что Христос пришел. Если бы Он не пришел, то мы и такой бы возможности не имели. Так эти 5 стихов – это только первая часть молитв. Кажется, как будто бы вступительная часть. Но это все, что Христос молился о себе. А дальше Он будет еще много просить у Отца, ходатайствовать, но уже не за себя. То есть большая часть Его молитвы – это будет, когда Он просит за других. Тогда, когда Он сам находится в очень нелегком положении, Он размышляет о страданиях, которые Его ждут. Даже думая о своих личных страданиях, вот Он кратко помолился о себе, что, Отче, прослави меня, чтобы я спасал эту жизнь вечную. И дальше Он уже молится. Вот за кого Он молится. Стиха 6 по 9 показывает, о ком Он будет просить. «Я открыл имя Твоего человека, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и разумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты поставил Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои». Итак, о ком молится Христос? Христос не молится о всем мире. Мы можем слышать, Господи, я молю Тебя за весь мир. Но Христос не молился за весь мир. Он пойдет на крест за грехи всего мира, но сейчас Он стоит перед Отцом и просит за каких-то конкретных людей, которых Ты дал Мне, которые вот уверовали и уразумели, что Я исшел от Тебя. Буквально или прежде всего, Он молится о своих апостолах, о своих одиннадцати апостолах, которые были Ему верны. Он говорит, я молю Тебя о тех, кого Ты отче дал Мне. Я пришел, а они Меня узнали. Я пришел, вот они уразумели, что Я от Тебя и шел. Оказывается, весь мир это не понял. Тот, кто этот мир создал, тот, кто был в вечной славе, Он пришел. И только вот небольшое количество узнали, что Он пришел. Они уверовали и уразумели, они это поняли. Хотя это было очень большим комплиментом или похвалой, даже, возможно, наверное, где-то, как мы говорим, завышенную оценку Христос ставит ихному пониманию и разумению, когда говорит о них Отцу. Потому что вот в конце беседы, которая была запишена в этих главах 14 по 16, в конце беседы буквально Иисус заканчивает свою беседу, и вот чем она заканчивается. А потом Он молится. Вот чем она заканчивается. 16 глава, стих 30. Ученики как бы говорят, «Теперь видим, что Ты знаешь все». Вот Он рассказал, что Он уходит. «Теперь мы видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога ишел». Теперь мы все понимаем. Теперь мы понимаем, что Ты от Бога пришел. Так говорят ученики у себя в стих 31. Иисус отвечал им, «Теперь веруете? Вот наступает час. И настал уже, что Вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного». Но когда Иисус оценивает их перед Отцом, Он как будто бы забывает или не замечает еще, может быть, те слабости или какие-то недопонимания, которые сейчас проявятся. Он понимает их суть, их сердце, что все равно они те, кто Его познал. Даже если будут какие-то ошибки, и будут, и вот скоро будут, но в целом они Твои, они уразумели, они познали. Так Христос смотрит и на нас. Мы можем видеть в своей жизни и слабости, и падения. Господи, но, наверное, я не Твой. Господь говорит Отцу, Он мой. Он уверовал, Он познал. Он еще дальше будет познавать. Я о них молю. Итак, дальше Иисус конкретно просит что-то для этих апостолов, для этих учеников, которые остаются. Стих 11. «Я уже не в мире, я покидаю этот мир, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святой. Соблюди, сохрани или сбережи, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, чтобы и они были едины, как и мы. Я с Тобой, Отец. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, это сбудется Писание». Иисус уходит, Он оставляет. Он провел более трех лет с этими людьми, которые Ему в Него уверовали, с учениками, с апостолами. И за это время, Я их сохранил, Ты их Мне дал, вот они пришли ко Мне, уверовали, и Я их сохранил. Сохранил от разочарования, что они Меня не оставили, от тех неправильных пониманий, которые были у фарисеев, они остались верными. Сохранили их буквально физически, потому что, когда Его пойдут арестовывать, Он скажет, «Вот Я, Меня берите, их не трогайте». Господи, «Вот Ты их мне дал, и Я их все время это сохранял. Они остались неверны. Теперь Я ухожу, Отец. Я прошу Тебя, или передаю Тебе их под охрану. Теперь Ты их охраняй». Это за другой стороны говорит о том, что они, ну, наверное, и мы, сами по себе очень немощные и слабенькие, мы нуждаемся, чтобы нас Господь оберегал. А с другой стороны говорит о том, что настолько мы ценны для Него, что Он сам лично, я их сохранял, теперь хочу, чтобы Отец, чтобы Ты их сохранял, чтобы все они сохранились. Никто из них не погиб, только вот, это единственный, это Иуда, который, собственно, уже был и немой. Он вышел из поля моей охраны, он отрекся от меня, он пошел по пути дьявола, и он уже погиб, как будто бы он уже в ад попадает, потому что он скоро должен его предать и загубить свою душу. Этих всех я сохранил, но теперь, Отче, Ты их храни. Стих 14, Я предал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранили их от зла. Вот здесь Иисус же уточняет, какая именно охрана им наибольше нужна, в чем больше всего они нуждаются, чтобы Отец их сберег, от чего. Это было связано с тем, что они остаются в мире, и этот мир будет их ненавидеть. А почему мир будет их ненавидеть, или за что? Он начинает, Я предал им Слово Твое, и мир возненавидел их. Мир в целом называется в Писании общества, большинству людей, которые не хотят подчиняться Богу, не хотят Нему веровать, не хотят жить по Евангелию. А вот Я им Слово Твое передал, они его приняли, и миру это очень не понравилось, миру это не понравилось. Мир их не только отверг, а имеет им ненависть. И причина ненависти, потому что вот они отказываются жить, как живут люди в мире, а начинают жить по моему учению. То есть, Я предал им Слово Твое, то есть, они приняли это Евангелие, и начинают жить по Евангелию, они живут по Евангелию. И за то, что они живут по Евангелию, это миру не нравится. Что кто-то, как бы, ну, вырывается из общего течения, и желают жить по-другому. И мир будет их ненавидеть. Я не прошу, Отец, чтобы ты их где-то убрал из этого мира. Нет, пусть они остаются в этом мире, в мире, который их ненавидит, но о чем я прошу, Отец, чтобы ты их сохранил от зла. Сохранил от зла, это не то, что мир им зло не сделает. Мир будет их ненавидеть, и будет им делать зло. А сохранил от зла, чтобы это зло, как бы, не проникло в них внутрь, или в их сердце, чтобы они, в ответ на это зло, которое будет на них выливаться, чтобы они сами не ознобились. И знаете, как говорят, с волками жить, да поволчевыть, чтобы это не случилось с ними. Чтобы они, будучи в мире, который будет их ненавидеть, который будет иметь на них зло, чтобы они остались, как бы, моими учениками, остались людьми, живущими по Евангелии, вот прощающими и любящими. В принципе, очень часто, или трудностью, по истории церкви, которая прошла эти две тысячи лет, то было именно отношение церкви к миру, можно как бы обобщить, что есть два таких неправильных отклика, реакции на мир. С одной стороны, когда верующие видят, что мир злой, мир их ненавидит, и сами от этого мира изолируются, или с него уходят. Но Иисус говорит, я не хочу, чтобы ты их забрал из мира, они пусть остаются в мире. Есть и официальные цари, когда люди ходят где-то в монастырь, или есть евангельские движения, например, как амиши, пытаются от этого мира зла изолироваться. Но Иисус говорит, я не хочу этого, отец не делал этого с ними. Есть другая, может быть, тоже не евангельская реакция, когда мы остаемся в мире, мы будем в этом мире, но перестают быть людьми, которые живут не по-мирски. А в мире, ну, и так и принимают обычаи этого мира, или правила этого мира. И так и так неправильно. Иисус говорит, я хочу, чтобы они остались в мире, но остались людьми, которые это зло не завоюют, остались людьми, которые живут по моему слову. И в мире вы за это будете ненавидеть, но ты их сохрани в этом. Пусть это будет так. Итак, Господь, часть молитвы мы прочитали, и мы сейчас сами будем молиться. Он показывает нам, что его сердце желает, когда он на нас смотрит. Он видит нас в этом мире, в злом мире, в мире, который живет не по Евангелию, но его глубокое желание, чтобы с помощью Божьей, имея от Бога особую защиту, мы смогли быть, мы смогли быть особенными людьми, людьми, которые являются и его учениками, и людьми, которые являются идущими за ними, или последующими за ними. Вот смотрите, еще раз в стихе 14. Я передаю им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Из-за того, что сам Христос пришел и показал совсем другую жизнь, я не от мира, меня возненавидят. Из-за того, что я не от мира, а они ко мне близки, они приняли мое слово, то и они будут не от мира. То есть, как бы степень нашего разлада с миром, да, зависит от степени нашей близости к Христу. Чем ближе мы к Нему, тем с большей ненавистью будет на нас смотреть мир. Вот Господь желает, чтобы мы были к Нему близки. Даже если за это наш адрес будет что-то для нас неприятное, но Он желает, что когда это будет неприятное, чтобы оно нас не сделало неприятными, а чтобы мы остались людьми Евангелия, добрыми, любящими, прощающими. Давайте, вот думая, что Христос об этом молится и просил, давайте сейчас помолимся, попросим у Бога, чтобы мы в этом мире были не от мира. Помолимся. Христос молится, Отче, сохрани ход зла в этом мире. Он продолжает молиться стиха 17-го, я читаю. Освяти их истинною Твое. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Мне в мир, так и Я послал их в мир. Из-за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены их истиной. Иисус. Иисус просит у Отца, чтобы его ученики были освящены, посвящены. Причем, это слово освящены, это то же самое слово, которое Он использует для Себя, из-за них Я посвящаю Себя. Чтобы они были посвящены или посвящены Господу. Вообще, слово освящение с одной стороны, это когда Бог нас отделяет от греха, Он уже об этом просил. Просил, чтобы они были в этом мире, но зло их не коснулось. Но также освящение это то, когда Бог с одной стороны нас от греха отделил, а с другой стороны для чего-то хорошего посвятил. Посвятил для себя. Мы говорим, мы что-то Богу посвящаем. Полгода назад делали ремонт дома молитвы в Венчанах, и потом было посвящение «Нет, новый дом, большой зал, Господи, это твой дом, это твой зал, мы тебе посвящаем». Или когда братья избираются на служение, их рукополагают, или на дьякона, или на пастыря, посвящение на служение пастырское. Посвящение это когда кого-то или что-то мы отдаем Господи, это для тебя, это будет для того, чтобы ты его использовал или это использовал. Иисус молится «Отче, я прошу тебя, чтобы они были посвящены». То есть, как я посвящаю себя за них, как ты послал меня в этот мир, так я прошу, чтобы ты тоже, «Отче их ради себя дал им это служение, чтобы они были посвящены тебе и пошли в этот мир, чтобы они несли служение в этом мире для тебя». быть посвященным это Господь ожидает, чтобы каждый христианин, еще раз, не только мы пастыря посвятили на служение, а каждый, хотя это было прежде, что здесь в апостолах, но каждый из нас был человеком, которого Отец посвятил на служение, посвятил быть в этом мире носителем его истины, его Евангелия, посвятил быть человеком, который живет для Господа, мы посвящены для этого, ну, а тех, кого Бог посвящает на служение, от тех и требуется и реальная святость, даже, когда есть перечень, каким должен быть пресвитер, когда его выбирают, он должен быть таким, 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 и таким, есть определенные требования, поэтому, когда Бог нас посвящает для себя для служения, Он также делает все, чтобы нам помочь быть святыми, или нас сделать святыми, но реально святыми в жизни, людьми, живущими по Его заповедям, мы начинали эту просьбу, стих 17, освяти их истины Твоей, и что, и слово Твое есть истина, чем нас Бог освящает, чтобы мы были посвящены Ему, были как бы отдельны для Его служения, своим же словом, своим же писанием, когда мы это слово принимаем, читаем, или слушаем Его, но это еще не все, потому что это только как бы вот мы воспринимаем слова, а что будет в нашем сердце, вот нас освящают даже не сами слова, освящает Бог, когда мы эти слова даем право Духу Святому к нашей жизни применить, к нашему сердцу как бы привить, сделать нашими словами, нашими желаниями, когда это будет не просто какое-то внешнее, что Бог от меня требует, когда это будет моим желанием, я хочу так жить, когда мы, еще раз, мы это слово слушаем, размышляем, но не только слушаем и размышляем, а даем Богу право этим словам, словами нас наполнить и нами руководить, очень сделано это в их жизни, хотя они уже были три года, да, все оставили и буквально слушали его, если бы мы три года ежедневно ходили на собрании, вот они всегда были крыльцы Господом, но, отче, я прошу тебя, чтобы ты дальше их освящал, чтобы слово мое, которое я оставляю у них, еще больше над ними имела власть, делай их посвященными, и эта посвященность делает нас, когда мы отделяемся от греха, и начинаем делать то, чему это слово нас призывает, ну и стих 20, изменение, или расширение тех, о ком Христос молится, или ходатайствует, стих 20, не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, вот Иисус молился о том, что отче, посвяти их на служение, чтобы они пошли в мир, как я пошел в мир, и вот они пойдут в мир, они это слово понесут в мир, и что будет, будет то, что в этом мире будут те, кто это слово примут, уверуют, и вот Иисус теперь молится о тех, кто в будущем уверует, ну, уже уверовал, и еще уверует, не о них же только молю, не о тех, кто уверовал во Христа при его жизни, а о тех, кто уверует благодаря тому, что это слово апостолов понесется дальше, о них же молю, я думаю, что мы можем сделать такое освященное, такое фантазирование, и сказать, что Господи, а ты, оказывается, молился и о нас, и обо мне, представьте себе, что две тысячи лет назад, перед тем, как пути на крест, поздно вечером, Иисус в мыслях имел тебя и меня, Он узнал, что будут те, кто уверуют, уверуют в этой стране, или в этом городе, и я и о них молю, о тех, кто уверует в Меня по слову их, по этому Ивангрию, я у них молю, и дальше, что именно Он просил у Отца за нас, или за всех верующих, за такую большую семью верующих, что Он просил, стих 21, да будут все едино, как ты отчего Мне, и я в тебе, вот как мы, отец с сыном, имеем единство, так и они да будут нас едино, да уверуют мир, что ты послал Меня, и славу, которую ты дал Мне, я дал им, да будут едино, как мы едино, я в них, и ты во Мне, да будут совершены вы едино, и да познают мир, что ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня. Христос ходатайствует, просит об Отца, понимая, насколько будет масштабное количество людей уверовавших, просит о том, чтобы между нами было настоящее единство, даже не просто настоящее единство, не то, которое мы считаем настоящее, он дает пример, какое единство он хочет, о чем он просит. Представляете, как Сын, как Бог Сын, един с Отцом, даже нам иногда трудно разделить, где кто из них проявляется, они едины в желаниях, в мыслях, в стремлениях, в действиях, насколько Отец един с Сыном, так я очень прошу, чтобы они были едины, и вот кто нас или что нас объединяет, едино в нас, то есть чтобы сам Бог, который нас принял или взял нас в свои руки, чтобы это нас объединило, оно объединяет нас из-за того, что мы становимся очень схожими в Нем, мы с одной стороны схожи тем, что мы отказались от жизни в мире, нам не нравятся мирские ценности, а нам нравятся его ценности, Евангелие, мы становимся одинаковым, потому что мы думаем по Слову Божьему, имеем одни желания, как будто Христос расширился в своем сердце, и мы все вместились в Него, имеем эти Его мысли, Его желания, да будут в нас едины, точно можно сказать, точно можно сказать, что Христос молился о нас, о Тебе, обо мне, о Твоем брате и сестре, и говорит, я хочу, чтобы они были едины, я прошу Тебя, чтобы Ты сделал их едины, наверное, Христос понимал, что именно это для нас будет большой сложностью, из-за того, что какие-то плотские свои наши разногласия могут проявляться, поэтому освети их, отдели их, и тогда будет возможно это единство, Христос сейчас на небе, я думаю, что где-то похожие его желания остаются, знаете, эту молитву называют иногда первосвященническая молитва Христа, он самый первый священник, он единственный священник сейчас, так вот, реально на небесах он несет служение первосвященника, он вознесся, и он за нас хладатайствует, и его желания не изменились, я уверен, то, чем он просил у Отца, он продолжает за нас хладатайствовать, возможно, он видит тебя или меня, где мне тяжело брата просить, или где я не имею единства с другим, с сестрой, с другим братом, который ходит в собрание, я с ним не имею единства, а Сын говорит, Отче, так не должно быть, они должны быть едины, сделай их едины, Отче, объедини их, дай им это чудо, чтобы они были едины, и это не просто Иисус молится о единстве таком-то, таком организационном, что вот мы одна организация, или мы одна динаминация, когда был Христос, не было ни организации, ни динаминации, не было никаких юридических документов, о духовном единстве, чтобы просто была бы одна братская семья, и в одном духе жили и служили, сделай их едины, и из-за того, настолько мы будем едиными, из-за этого зависит, насколько мы будем успешными в том служении, на которое он нас посвятил, говорит, я послаю вас в мир, но он говорит, что вот мир тогда поймет ихние послания, когда они будут едины, то есть, да будут едины, и да веруют в мир, с одной стороны, мир верует не из-за того, что само единство нас же дает ему какое-то послание, а единство подтверждает наше послание, послание это Евангелие, которое мы несем, то, что сделал Христос, но вот сила этого послания зависит от того, насколько в едином сердце мы его показываем и несем, да будь единым, мы обычно просим, Господи, дай пробуждение, дай пробуждение, а может быть нужно просить, дай Господи единство, и пошли нас в этот мир с этим единством, чтобы мир увидел, что это что-то неестественное, такие вот разные люди, совсем не схожие, а почему-то они такие близкие, такие дружные, так живут в любви, Господи, это, наверное, потому что в действительности ты живой Бог и ты это сделал в их, наверное, ихние послания имеют правду, есть еще одно, что Христос молится, это уже последнее в этой молитве, Он уже молился, Господи, сохрани их от зла, чтобы это зло мира их не завоевало, Господи, сделай их посвященными в святости, чтобы они были святыми инструментами в служении тебе в этом мире, дай Господи им, чтобы они были этим объединены, имели единство, и вот еще одно, что зависит от того, насколько мы будем уделенными от зла, посвященными едиными, стих 24, Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира, в заключении Иисус хадатайствует о том, чтобы эти, кого Он, еще раз, кого Он сохраняет от зла, кого Он освящает, кому Он дает это единство, чтобы эти Его однажды были с Ним на небесах, помните, Он начинал эту молитву, Отче, прославь меня, или дай мне эту славу, которую я имел раньше, дай мне это прославление на небесах, и Он уже вот-вот-вот скоро получит, Он уже сейчас на небесах, Христос, но Он говорит, Отче, а я хочу, чтобы теперь они, вот те, кто, за кого я тебя просил, кого ты будешь сохранять, я хочу, чтобы они были со мной, Мои славы, чтобы они видели меня прославленного. Однозначно, что мы понимаем, что это будет было не одноументно, потому что, если бы это было одноументно, вот я хочу и сразу забери их, то никого бы не осталось в мире, оставь их в мире. Когда ты будешь Отче забирать их? Когда они в этом мире, каждый из них выполнит свою миссию, вот не будете посвящены, они будут в этом мире, они будут тебе служить, Господи, и когда, по мере того, как каждый из них будет эту миссию свою выполнить, по мере этого ты будешь их забирать, забирать, и куда забирать? Ко мне, в Мою славу. Поэтому мы не должны удивляться, что если кто-то из детей Божьих уходит из этой земли, ну а как уходит? Ну, пока через смерть, когда-то будет и Вознесение, пока через смерть, смерть может быть разная, но мы не выбираем не только как, не выбираем и когда, это Его выбор, Он знает, когда мы свою миссию выполним, когда наше служение закончится, это Он решает, когда она заканчивается, Он тех, кто вот был сохраненным, освященным, тех Он по очереди забирает, не знаю, когда будет моя очередь или Твоя, но мы ждем этой очереди, это Его желание, мы не будем препятствовать Господи, это, это оставь, вот то пусть будет, чтобы мы были святые, едиными, а оставь, чтобы мы были на земле, нет, мы сами понимаем, что мы не от мира, не это наша Родина, а если мы не от этого мира, значит, мы от какого-то другого, где-то другая наша Родина, и это так, Родина наша, там где Христос, и Он нас там ждет, Он нас там ждет, Он желает нас там видеть, ждет пока вот Твое или мое строение закончится, и Он нас может забрать, чтобы мы были Его славы, поэтому мы не должны сильно, ну, по-черонски можем скорбеть, но не должны скорбеть духом, когда кого-то уже Бог забрал раньше, чем нас, потому что Он уже в славе, что же скорбеть, мы должны, Он уже радуется, ну, да, Он раньше нас, дает и наша очередь, дай Бог, чтобы мы свой путь пришли, чтобы были там, и вот заканчивая эту просьбу о прославлении, о том, чтобы мы были в Его славе, Отче праведный, и мир тебя не познал, а Я познал тебя, и саи познали, что Ты послал Меня, и Я открыл им имя Твое и открою до Любови, которую Ты возлюбил Меня в них, будет я в них, Отче праведный, Он уже в этой просьбе или в этой молитве называл Отца Отче Святый, когда Он молился о том, что Отче, сохрани их от зла, Отче, освяти их, Отче Святый, Отче, Ты Святой, сделай их святыми, дай им эту святость, теперь Он говорит, Отче, Ты праведный, Ты праведный, и праведным, праведным будет Отче, это будет праведно, чтобы воззнать, чем, вот еще раз, Иисус 25, Отче праведный, и мир тебя не познал, а Я познал, и сии познали, Иисус молится о том, чтобы они были в славе, чтобы мы были в славе, Отче, это праведно, это справедливо будет, справедливо будет тех, кто тебя познал, кто меня познал, кто меня приняли, чтобы они были в моей славе, потому что они меня приняли, это будет справедливо, Отче, это будет праведно, как и праведно будет вот этому миру, который не познал, этому миру будет правильно послать в наказание, в ад, А вся разница в том, что Одни познали, другие не познали Я пришел на землю И очень будет правильно Это будет справедливо Тех, кто пошел за мной Тогда, когда меня возненавидели Когда меня отвергли Будет правильно Чтобы они не только были со мной в страданиях Когда их тоже ненавидят Но были со мной в моей славе Это будет правильно очень Ну и последняя фраза Этой молитве Она где-то уже повторяется Стих 26 И я открыл им имя Твое И открою про любовь, которую Ты возлюбил В них будет, и я в них И открыл им имя Твое Уже было похоже и сказано В этой молитве, давайте вспомним Это был стих 6 Я открыл им имя Твое человеком Который Ты дал мне Здесь о апостолах В конце говорит, наверное, уже О большем количестве учеников Я открыл им имя Твое Какое это имя Христос открыл? Я не думаю, что это имя Которое часто используют Люди с одной организацией Потому что это имя было известно Имя Яхве или Егова Было хорошо известно Петру и всем другим апостолам Они знали имена Божьи, которые были написаны В Петхом Завете Но Иисус говорит А я открыл имя Твое Больше того, он уже в этой молитве Называл Отче Святой Отче Праведный А теперь говорит Я еще какое-то имя им открыл И он продолжает Вот Север 6 Я открыл имя и открою да любовь Которую я возлюбил В них будет Я думаю, что это То, о чем Христос здесь говорит Он говорит о том Что Он открывает Через свой крест, на который Он идет Открыл и открою Он открывает По-настоящему нам Насколько Бог Есть любовь Он открывает Ну как бы суть Бога Имя это не просто буквы или слоги Не какое-то слово Это то, каким есть Бог по сути Я открыл им, Господи Кто ты есть по сути Ты есть любовь Поэтому мы можем называть Что Можно так перефразировать Что как бы Наивысшее имя Бога Которое Он желает, чтобы мы знали Это любовь И если бы не было У Бога этого имени Его сути То нас бы не Обрадовало то, что Он святой и праведный Очень святой и очень праведный Потому что Если бы Он был только святой и праведный Но не любящий То мы по Его святости И по Его праведности Должны были быть наказаны Только наказаны быть в аду Он говорит Меня открыл И открою Я пойду на крест И я буду им дальше и дальше Все это открывать Через Духа Святого Отче, насколько Ты любишь Вот Сегодня Господь Нас Ну, я думаю Это был Его план Вот, еще раз Он не просто так помолился Он захотел Чтобы эта молитва Попала в Писание И мы ее читали Чтобы мы могли понимать Господи Слушай, за что Ты молился О чем Ты молился Что Ты халатайствовал у Отца За своих учеников Он пожелал, чтобы мы это знали О чем Как бы Его сердце Наполняется Когда Он думает о нас Какими желаниями Он желает Чтобы мы были От зла Удалены Хотя Остаемся в этом мире И мы были в этом мире Людьми, которые посвящены Богу И несут в этот мир Его Евангелие Чтобы мы были объединены В Боге И это даст Подтверждение Что мы Его ученики И однажды Это закончится тем Что Его желание Вот, Его хочу Отче, я хочу Что хочет Христос? Вопрос Что хочет Христос? Отче, хочу Чтобы Которых Ты дал Мне Чтобы они были там Где я Вот, что хочет Христос Чтобы Его Однажды были у Его славы Я думаю, это будет Очень удивительно Когда Его желание Исполнится Марина пела Псалом Как там Примерно Мы будем петь Прославляя Господа Перед Ним Я не знаю Как это будет Но это будет Очень удивительно Помните В Евангелии Записана история Как Христос На горе Преобразился Он преобразился И там Такие все были В эйфории Три апостола Что Петр сказал Господи Хорошо нам здесь быть Делаем здесь Вот, три палатки Даже не для себя Для тебя И для этих Гостей Которые пошли с неба Делаем для них И нам Нам уже ничего не надо Нам хорошо здесь быть А что произошло Они увидели Отблеск Той славы Которая Есть В Христе То Насколько Будет Больше Хорошо Быть В этой Славе В эпицентре И не в палатке А в том доме Который Он делает Для нас Это будет Хорошо Может быть Еще пару слов Еще пару слов Давайте подумаем А о чем Христос Не молился За учеников И за нас Тогда О чем Он не молился И это тоже Будет очень важно Мы читали О чем Он молился А о чем Он не молился Знаете Мы увидим Что Собственно Нету Ни одной просьбы Которая касалась Как-то бы Земной жизни Или земной Быта Он не молился О том Что Господи Отче Я прошу Тебя Чтобы Они были здоровы Я прошу Тебя Чтобы Они там Не болели Какой-то болезнь Я не прошу Тебя Отче Чтобы они Долго прожили Земную жизнь Отче Я не прошу Тебя Чтобы они Были Обеспечены Господи Ты послаешь Их на служение Они должны Пойти в мир Отче Дай им Чтобы каждый Из них Имел послу Или по лошади Господь Такое не молится Он Ни одну Земную просьбу Он не просит Отцу Потому что Это неважно Это неприоритет Не это его цель Бог Показывает нам Что Вот Он Просит И желает И думает О нашей душе О нашем сердце Не в нашем теле Не в нашей оболочке Поэтому Если он Так Об этом просил И молится И желает Это наверное Показывает нам О чем нам нужно Молиться Знаете Если мы сравним О чем молится Христос А о чем мы Сами молимся То мы Мы видим Что Очень часто Попадаем Мимо Того Что есть Цель Бог Во-первых Какая пропорция Он очень мало Помолился О себе И даже То что он молился Он желал Быть прославленным Чтобы нас спасать Он молится За братьев За своих братьев Которых он Переживает И молится За их Духовную Жизнь За нашу Духовную Жизнь Честно Не так часто Мы молимся Господи Дай нам Быть в этом Мире Но нет Этого Мира Господи Дай нам В этом Мире Быть Как В мире Не хуже Как У них Не так часто Мы молимся Господи Дай Чтобы я Имел Полное Единство С Своими Братами Сестрой Это Его Желание Почему Он Об этом Просит Потому Что Именно Это Имеет Значение Чтобы Его Просьба Отче Хочу Была И у Нас Чтобы Мы были И у Славы Аминь Давайте Помолимся